Задуматься о формальностях, необходимые тем жителям Иркутской области, которые получают ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Им необходимо подать новое заявление в пенсионный фонд. Без него перечислять средства не будут. Эту меру денежной поддержки ввели в стране в 2018-м. Семьям с небольшим доходом разрешили частично использовать средства маткапитала, пока ребенку не исполнится полтора года. Размер выплаты в каждом регионе рассчитывается по-своему. В Иркутской области в 2019 году он составит 10 730 рублей. При этом доход в семье не должен превышать 16 600 рублей на каждого ее члена. Новое заявление на выплату нужно оформить всем и тем, кто только задумался о дополнительном источнике семейного бюджета и тем, кто уже получал эти деньги. Это связано с тем, что размер ежемесячной выплаты зависит от прожиточного минимума ребенка в том регионе, где проживает семья. А право на получение выплаты зависит от дохода членов семьи, от доходов на одного члена семьи за предыдущий год. Эти показатели у нас ежегодно меняются, поэтому новое заявление необходимо подать вот как раз сейчас, с наступлением нового года. В новом году возможны новые тенденции, куда потратить маткапитал. Ранее россияне предпочитали улучшать жилищные условия. В 2018-м же наметился другой тренд на образование детей. По сравнению с 2017-м, показатели по этой статье выросли более чем в три раза. В основном деньги были отданы за присмотр и уход за малышами младше трех лет, то есть за посещение частных детских садов.